МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале НЕКОПЛЁС. В студии Светлана Воробьева. Здравствуйте. И сегодня в нашем выпуске. Для пенсионеров, конечно, очень хорошая помощь. Социальный дисконт теперь и на автозаправках. В запасном полку было все сокращено. Например, изучение автомата ППШ. Евгений Иванович Лахин, морской пехотинец. О нем наш фотоальбом сегодня. И хотя мы еще не определились до конца, жемчужница это или нет, но если это и так, то мы находимся на самой южной границе реола распространения этого вида. Жемчужница в Карелии в реке Суна. Ученые снова находят там краснокнижный вид. Итак, претендентов на пост мэра Петрозаводска прибавляется уже зарегистрированы два кандидата. Главный специалист администрации Петрозаводска Андрей Агарков и управляющий фирмы «Снабстро» Александр Темнышев. И вот еще один кандидат. Народный демократический союз выдвигает в мэры карельской столицы журналиста и деятеля искусств Николая Прокопца. Такое решение было принято на конференции народных демократов в Петрозаводске. Напомню, выборы нового Петрозаводского мэра состоятся 5 июля этого года. За последние сутки пожарные Карелии 26 раз выезжали на тушение мусора и сухой травы. Зачастую именно такие безобидные, на первый взгляд, шалости становятся причиной серьезных пожаров не только в жилых массивах, но и в лесу. В связи с тем, что лето 2009-го, по информации спасателей, обещает быть сухим и жарким, к жителям республики обратился руководитель Корейского управления МЧС Владимир Гусев. «Для разведки лесов и организации тушения пожаров мы провели проверку готовности северо-западной базы, авиационной базы охраны лесов. В настоящее время там 4 вертолета и 7 самолетов, АН-2. С федерального бюджета выделено 60 миллионов на подготовительные мероприятия, организацию в том числе тушения пожаров в лесном фонде. В целом силы и средства готовы. Ну, ситуацию довольно сложно спрогнозировать в зависимости от обстановки. Мы хотели бы, вот, пользуясь случаем, обратиться к населению, к гостям республики Карелия, особенно в праздничные дни. Я знаю, что очень много посещают леса, проводят время на отдыхе. Бережно относиться к лесу, ну, если где-то там костер, окурки, спички, значит, на это лучше затушить, чем потом, в общем-то говоря, принимать меры к тушению пожаров, получать громадный ущерб и потом заниматься лесовосстановлением». К проекту «Социальная дисконтная карта» подключаются новые партнеры по просьбе участников Совета старшего поколения. Они нередко собираются вместе с представителями власти и бизнеса, чтобы обсудить детали нового введения, его плюсы и минусы. Кстати, некоторые критически настроенные пенсионеры после таких встреч изменили свое мнение о проекте. На заседание Совета старшего поколения некоторые пенсионеры пришли впервые. Чермиан Александровна давно узнала о проекте «Социальная дисконтная карта», которую реализует Объединенная комиссия по развитию Петрозаводска совместно с торговыми предприятиями города. Однако поначалу пенсионерка не доверяла ему. Тем более сегодня в газетах пишут, что карточка якобы не приносит старикам никакой пользы. Сегодня, побывав в магазине, она изменила мнение. Вот сегодня я увидела действительно все их выставленные товары, где написано, что это по дисконтной карте. А вот неделю назад, вот хоть, как говорится, убейте меня, их всех не было. Я, например, считаю, что если это будет продолжаться, и будет продолжаться по-настоящему, как это должно быть, так это будет выгодно. К проекту один из первых подключился гипермаркет «Сигма». Там в перечень товаров со скидкой входит 43 наименования. Ассортимент широкий – это продукты и промтовары повседневного спроса. Они отмечены синими флажками. И фирма продолжает развивать начинание. Мы пошли дальше, учитывая, что на эти 43 наименования товаров распространяется 7-процентная скидка. На все остальные товары, а в гипермаркете «Сигма» – это более 40 тысяч наименований, уважаемым пенсионерам предоставляется скидка с 8 до 12 часов дня в размере 5%. Невзирая на то, что именно сегодня торговому холдингу юбилей 20 лет, его директор нашла время, чтобы рассказать ветеранам и пенсионерам о том, что ассортимент товаров со скидкой будет расширяться и меняться в зависимости от сезонных потребностей. О том, что продавцы всегда помогут выбрать нужный товар. Что в «Сигму» могут прийти молодые родственники пенсионера, если он заболел, и взять для него по карточке товар со скидкой. А 9 мая ветеранов всех войн ждет еще один подарок – 7-процентная скидка на весь ассортимент в течение суток. Даже если ветераны забудут удостоверение, они все равно получат эту скидку, георгиевскую ленточку, потому что это такой праздник, что тут, наверное, формальности уже не имеет значения. Кстати, участники Совета старшего поколения попросили помощи в проведении торжеств для ветеранов по месту жительства, то есть в разных микрорайонах города. Такая поддержка будет оказана, обещали представители Объединенной комиссии по развитию города. Также пенсионеры просили о том, чтобы акция «Дисконт» не игнорировали другие магазины. Если бы все торговые предприятия города принимали социально-дисконтную карту, недовольных не было бы, уверены ветераны. Николай Левин порадовал. Сегодня переговоры ведутся с фирмой «Дикси» и «Магнит». И вот свежий пример. Сегодня представители Объединенной комиссии по развитию Петрозаводска добавили в список еще одну сеть предприятий, которая будет предоставлять населению скидки по социальной дисконтной карте. Более дешевый бензин теперь на автозаправках фирмы «Пальмира Трейдинг». По трассе, на которой расположилась заправка в Соломенном, ежедневно проезжают тысячи дачников. Многие горожане любят рыбачить в этих живописных местах. Среди них и Вячеслав Кудрявцев. Сейчас он активно готовит дачу к сезону. Почти каждый день наматывает километров 200. Скидка на бензин пригодится. Для пенсионеров, конечно, очень хорошая помощь. Это большое, как говорится, спасибо, что решаются вопросы вместе с властью, с общественными организациями. Инициатором программы по созданию социальной дисконтной карты стал Николай Левин. Сегодня ранним утром он лично приехал проверить, что проект запустили, а народ начал покупать бензин со скидкой. «Готовы? Руководство все указания дало, как обслуживать, да? Какие скидки предоставлять? Очень хорошо. Удобное место расположения здесь как раз, я думаю, выгода у вас будет. И пенсионерам, в силу того, что пенсия не такая великая, я думаю, что будет выгодно у вас заправляться». Бизнесмены признаются, что такая система скидок выгодна для них. Ведь это серьезный приток клиентов. В ближайшее время подсчитают доходы и, возможно, сделают скидку еще больше. «Для людей эта выгода будет составлять до 60 копеек с каждого литра. Я думаю, что на сегодняшний день это существенная скидка». К программе «Социальная дисконтная карта» может подключиться любое торговое предприятие. Не откажут никому. Список торговых точек уже насчитывает почти 20 всевозможных магазинов и гипермаркетов. Теперь в нем появилась целая сеть автозаправок. Еще одна страничка нашего фотоальбома. Евгений Иванович Лахин – морской пехотинец. Он воевал в Заполярье, под Ленинградом и на Украинском фронте. Этот ветеран – один из немногих, кто третий год помогает учащимся Карельского кадетского корпуса создавать фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны. Собирать уникальные фронтовые истории. Уважаемый Евгений Иванович, поздравляем вас с Днем Победы. Погромного спасибо вам, ребята. О событиях Великой Отечественной эти кадеты, как, впрочем, и другие школьники, зачастую узнают лишь по учебникам. Отсюда и небольшое волнение поначалу. Ведь настоящие медали и живой рассказ очевидца тех событий для этих мальчишек важнее и интереснее любого урока. Когда меня призывали в армию, когда призывали, ведь тогда не было, как сейчас, вот медицинской комиссии. Заходишь, садись, и начинают я по плечам туда-сюда стукать. Ну, как ты чувствуешь? Нормально, все хорошо. В армию хочешь служить? Конечно, время трудно было тогда, знаете, тоже. Да, тем более, я после освобождения с лагеря, у меня там внутри кипело, скорее, автомат в руки взять. А ростом-то был метр сорок шесть. В армию Евгений Иванович попал, когда наши войска наступали уже на всех фронтах. Оказался в запасном полку. Военное дело приходилось осваивать на ходу. Например, изучение автомата ППШ. Как только прибыли, нам сразу командир роты сказал, сядете за стол, будете изучать автомат. Срок вам один урок. О себе говорит, что повезло тем, что попал в морскую пехоту. Она быстро научила дисциплине. И побывать удалось везде. В Заполярье, в Польше, на Украине. А вот День Победы Евгений Иванович встретил совсем не празднично. В польском госпитале. Так получилось, что за неделю до Победы попал под пулеметный огонь. Мне как бы все интересно детально узнать, что происходило, где происходило людей, участвующих в этих битвах, сражениях. С каждым годом таких фронтовых историй становится все меньше. Именно поэтому все воспоминания ветерана Великой Отечественной войны кадеты соберут в единый фильм. Евгений Ивановича же больше интересует, как у мальчишек дисциплина, как успеваемость. Ведь не за горами военное училище. И добавляет, военную присягу, которую сам принимал в 44-м, наизусть готов рассказать и сейчас. Девушка из Карелии взяла бронзу на чемпионате России по боксу. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле и в них участвовали 123 спортсменки из 40 российских регионов. Анастасия Макарова в весовой категории 51 килограмм провела три боя с боксершами международного уровня. При этом наша спортсменка даже не кандидат в мастера спорта. Папе и первому тренеру по боксу не терпится еще раз обнять и поздравить свою победительницу. Сейчас Насте не удается часто приезжать к родителям в Прежинский район за 100 километров от города. Двухлетний племянник не сразу узнает свою тетю. Тимур, иди сюда. Тимурка, держи. Очередной трофей в копилку кубков семьи Макарова папа оценивает как хороший результат. Просто он знает, что Настя может больше. И это доказывают все ее награды. Среди мужчин такого результата не было. В ближайших даже, наверное, 10 лет. Это третье место на чемпионате России досталось, как признается Насте, даже сложнее, чем некоторые первые места. Хотя боксерша, так и не имеющая официального звания кандидат в мастера спорта, постоянная участница российских и европейских турниров, первые два боя выиграла завидным преимуществом. Один из них вообще закончили досрочно по решению тренера соперницы. Но в третьем финальном поединке Насте присудили поражение. Бой был на равный, но вот конкретно по судейственным запискам, которые мы там смотрели, все пять судей, они дали совершенно разные результаты. То есть один, например, дал 18-16 в мою пользу, второй дал 33 в ее пользу. То есть от такой счет, это на уровне вообще нокдауна. Это лишь часть медали сильнейшей боксерши в Карелии. Как она выбрала этот вид спорта, сама не знает. Когда мне было два года, у меня мама привела к папе на соревнования, папа еще тогда выступал, и я вот на ринг вылезала. И я остановилась соревнования. В этой семье, в которой 14 детей, а из них 6 приемных, и в шутку, и всерьез говорят, что любовь к боксу придается с молоком матери. В любом случае, перчатки здесь примеряли все. У Максима уже три серебряные медали. Правая снизу, раз, сбоку, и правая прямая, три, два, два, три. Василий Макаров с 25-летним педагогическим стажем учит боксировать теперь только на крыльце своего дома. Чтобы прокормить семью и выучить еще троих детей, оставил тренерство. Сожалеет, что нет возможности вложить деньги в Настю. Решается вопрос, чтобы женщины принимали участие, ну, как вид бокса женский, на Олимпийских играх. Вот представьте, какие деньги это мы. Из-за нехватки денег Макарова обходится без сборов российского уровня. Из-за недостатка женщин боксерш порой бьется в паре с мужчинами. Сегодня у нее есть все спортивные данные, чтобы попасть в Олимпийскую сборную нашей страны. Во многом решающим станет Кубок России. Жемчужница в Карелии. Об этом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Продолжение следует... С вашей личной кровлею было все нормально. Петрокомплект – это надежно. Да. 16 мая в отеле «Колевала» состоится ежегодный пир викингов. Незабываемое шоу с батальными сценами раннего средневековья. Ароматные шашлыки и пенные напитки. Развлечения и угощения для самых маленьких. Справки по телефону 78 86 14. Бескомпромиссное немецкое качество. Хочется чувствовать снова и снова. Окна «Рехау» в лучших домах. РГЦ «Недвижимость». Оформление техпаспорта и кадастрового паспорта. Рыночная оценка любого объекта. Приватизация жилья. РГЦ «Недвижимость». Быстро и профессионально. Телефон 78 28 57. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Идти вперед и добиваться успеха. Этой весной вместе с новой мужской коллекцией по ценам 2008 года. «Аристократ». Папы и мамы, устав от работы, в «Авиаретро» дружно спешат. Здесь шоколадные аэропчелки по выходным развлекают ребят. Отпыхайте от детей в развлекательном центре «Авиаретро». Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. Итак, возможно, ученые нашли в реке Суна доказательства того, что теперь там снова обитает жемчужница. Это редкий вид моллюска. Он занесен в Красные книги Карелии, России и Европы. Было время, когда в наших реках жемчужницы было много, и из нее добывали жемчуг, который славился по всей стране и даже за ее пределами. На ладони у финского ученого три вида моллюсков. Их добыли водолазы. Они специально ныряли под водопад Кивач. Именно там чаще всего селятся моллюски. Все они под охраной, но особое внимание к одному особо ценному виду. Ученые называют его «маргаритифера» или «европейская жемчужница». Аквалангисты, которые ныряли, они оценили, что подобных моллюсков там сотни. Это большая удача, если под водопадом действительно жемчужница. Последние десятилетия она стремительно исчезала. Реки Карелии стали загрязняться, а жемчужница любит чистую речную воду. И хотя мы еще не определились до конца, жемчужница это или нет, но если это и так, то мы находимся на самой южной границе реала распространения этого вида. Были времена, когда на русском севере существовал целый жемчужный промысел. Уникальные перламутровые шарики, которые добывали из моллюсков, служили платежным средством, ими украшали одежду, особо ценные иконы. На территории Карелии жемчужницу добывали в реке Кереть в Киме. Даже на гербе этого города жемчужное ожерелье. В ракушке жемчужина появляется тогда, когда в нее попал посторонний предмет, к примеру, маленькая песчинка. Это не в каждой моллюске, и частота встречаемости таких вот жемчужин она невысока. И поэтому, собственно, трудно сказать, что мы найдем в этом моллюске, если мы его откроем. На сегодня жемчужница встречается на севере Карелии, на Кольском полуострове, в Архангельской области, а также в некоторых европейских странах. И везде одна и та же картина. Ее численность резко сокращается, вынуждены констатировать участники международной конференции, ученые из Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Поэтому она внесена в Красную книгу Карелии, России и Европы. И ученое сообщество обсуждает, как остановить процесс исчезновения. Сегодня эти выводы, которые они сделают, и рекомендации как раз нам лягут в основу нашей работы. То есть по охране вот этого вида. Восстановить популяцию европейской жемчужницы пытались не раз безуспешно. И вот в реке Суна, ниже водопада Кивач, в конце 90-х впервые выпускают мальков лосося. На жабрах этой рыбы селятся личинки моллюсков. Затем проводятся работы по очищению территорий, для того, чтобы взрослая рыба могла прийти сюда на нерестилище. И этого ученые добились. А теперь еще и получили доказательства того, что европейская жемчужница, а также другие ценные виды моллюсков снова обитают здесь. После нашего выпуска «Глаз народа» сегодня героями этой передачи стали сотрудники нашей редакции. Что мы думаем о «Субботнике»? Узнаете сразу после нашего выпуска и короткой рекламы. А новости на сегодня все. Посмотреть их можно и в интернете по адресу Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами. И увидимся. И стоит ли вообще урезать свои запросы? Оказывается, надгробие для французского императора Наполеона было привезено из Карелии. Также в преддверии Дня Победы каждому читателю георгиевская ленточка в подарок. И, как всегда, подробная карта погоды на неделю, самые интересные городские новости, ответы на вопросы читателей, традиционные страницы, призовой сканворд и полная телепрограмма. Мы строим новые дома. Вы начинаете в них новую жизнь. КСМ. Будущее строится. Сейчас. Питьевая вода приходит в наш дом сложным и долгим путем. Чистая питьевая вода приходит к нам легко и быстро. Северный источник. Доставка питьевой воды Карельская жемчужина на дом и в офис. Телефон 7 8 43 49. Домашняя мебель с мягким характером в магазинах Арбат. Магазин «Егерь». Шотмана 48А. С 1 по 24 мая артисты цирка двух столиц в Петрозаводске. Жить достойно в самые сложные времена помогает стабильная строительная компания «Сана». Мы предлагаем специальные условия приобретения квартир, адаптированные к реальной жизни. Подробности на сайте и по телефону 733 459. Компания «Сана». Стройте свое будущее вместе с нами. Лотерея, призов и скидки в магазине парфюмерии и косметики «Дольче Бита». Фирма «Теплый дом» Петрозаводск предлагает натуральный паркет, продажа и профессиональная укладка, пробковое покрытие, натуральный материал для пола и стен, большой выбор ламината, декоративный камень для украшения интерьеров и облицовки фасадов, система вентиляции и кондиционирования для жилых и промышленных помещений. Улица Антиканина, 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет всем! Вы смотрите «Глаз народа». В Петрозаводске полным ходом идут городские субботники. Среди организаций, которые вышли убрать небольшую часть своего города, оказалась и наша телекомпания. Об этом сегодняшняя программа. Зачем люди придумали субботники, как вы считаете? И как вообще это произошло? Кому пришло в голову? Я не думаю, я знаю. Я подготовилась, Ефим. 90 лет назад, в 2019 году, сотрудники одного локомотивного депо вышли в субботу и собрали два вагона или чего-то там бесплатно в свое свободное время. Всем это очень понравилось и с тех пор традиция пошла. С детства помню, что дедушка Леин имел какое-то к этому отношение. Но продвинутые товарищи объяснили, что он тоже примазался, как говорят. А придумали какие-то рабочие, локомотив, что ли, они собрали по субботам или там из экономленных материалов, я уж не знаю. Большевики придумали, вот, чтобы не платить деньги за работу. Ничего, что я так сказала. Я думаю, что их придумали трудолюбивые и очень инициативные люди. Я не знаю, кто придумал субботник, но я помню, когда я училась в втором классе, 91-й год, и первый раз тогда убиралась. И все, и вот сегодня. Я сама разведилась в семье железнодорожника и знаю, что один из самых первых субботников придумали именно они. Такие вот прекрасные, чудесные люди. Мне кажется, что дедушка Ленин. А зачем? Зачем? Думаю, чтобы весело было жить весной. Почему горожане, несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени, когда массово выходили убирать город, все-таки выходят, что это? Сознание? Долг? Ну, я думаю, что долг, наверное, ну, скорее всего, чтобы ты сам в следующий раз просто съел мороженое, не бросил фантик. Наверное, это должны делать специальные службы, потому что у них это должно получиться, по идее, лучше. Они это умеют делать, и у них есть специальная для этого техника. Но, к сожалению, мы поставлены в такие условия, что у нас мало этой техники и мало этих служб, потому что им очень мало платят, и поэтому каждый должен это делать. Мы здесь просто каждый день на работу ходим, практически живем здесь. Хочется, и чтобы дома было чисто, и на работе чисто, ну, и по дороге с дома на работу. Я могу за себя только сказать, у меня перед окнами во дворе очень грязно. Мне неприятно на это смотреть. Я вышла в майские праздники и убрала. Ну, это вполне нормально, потому что дома мы убираем. Мы хотим, чтобы было во дворе чисто. Я думаю, что одно из самых важных это пожарная безопасность все-таки, потому что, например, на 1 мая мы ездили в деревню, и там люди, просто испугавшись того, что слишком далеко пожарная часть, они просто-напросто сами возле своего дома собирали мусор, поджигали его очень осторожно, очень аккуратно, несмотря на то, что говорят, что этого делать нельзя. Но это все было сделано, под моим зорким оком я все это фиксировала на фотокамеру, и все было очень здорово, все решилось. Мне, например, весело, мне нравится выходить на субботник. Это всегда хорошее настроение, хорошая погода, почему-то нам всегда удается в хорошую погоду выходить. Какие должны быть штрафы за то, что люди мусорят в городе? Размеры штрафов. Вообще-то большие. Я вот слышала, что в других городах, например, в других странах, опять же, выбросил бумажку мимо урны, и для тебя это существенный штраф, что это ударит по карману, и никому не хочется мусорить. Смотрите, вы, допустим, стоите на остановке, человек закуривает, бросает пачку сигарет, ваше действие? Я убью его. Нет, если бы вы вызвали милицию, она штрафовала бы, и это на глазах бы людей. Или, допустим, вы бы не вызывали, а просто так оказалось, что кто-то выписал штраф, и человек был бы наказан за свой подступок на глазах у людей других, то было бы неповадно. Понимаете, неотвратимость наказания, это главное. Тысячи две, как минимум, чтобы сразу как-то почувствовал человек, а то 20 рублей, 100 рублей, пойдешь опять бросишь бумажку, никого не подействует. Я думаю, на 500 рублей. Мне кажется, это вполне нормально. Мне кажется, в зависимости от мусора, и чем человек состоятельнее, тем он должен больше платить за то, что вот он похабит город. Давайте сделаем город чистым. Давайте сделаем город чище. Ефимушка, давай сделаем город чище. Давайте сделаем город чистым. Давайте сделаем город чистым. Давайте сделаем город чище. Давайте сделаем город чище. Давайте сделаем город чистым. Спонсор акции – компания «Сервис Тройбетон». Качай любимые мелодии в свой мобильный. Звони прямо сейчас на номер 0960 и качай. Поставь на звонок эту новинку. Этот хит понравится всем. Звони 0960 и не забудь пароль 920. Рекламное агентство «Прома». Движение к известности. Прогноз погоды представляет компания «Карел Импекс». «Карел Импекс». Найдется все. Масла, запчасти, шины, инструменты, диски, аккумуляторы. «Карел Импекс». Безусловный лидер автоассортимента. «Карел Импекс». Улица Боровая, 10 В. Найдется все. По прогнозу Карельского гидромедцентра 7 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура ночью 4-6, днем 15-17 градусов тепла. На 7 мая, по данным Банка России, установлен следующий курс валют. Доллар США 32 рубля 89 копеек. Евро 43 рубля 73 копейки. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.